Волга Издавна Волга считается такой определяющей рекой для страны. И проводились специальные исследовательско-художественные проекты по этому поводу. Скажем, Максим Петрович Дмитриев плыл с Верховьев до Низа или братья Чернецовы. Мне кажется, что Волга — это вот такой разрыв, который продуцирует какие-то новые смыслы. То есть это река, которая отделяет вначале север-юг, потом запад и восток. И вот отделяя, она как раз не то, что соединяет, она умножает просто разные вот эти сущности. И вот это постоянное перебрасывание с берега на берег людей, грузов, смыслов — это очень важно для понимания, кто мы такие, зачем, куда идем. Саратовский художник Павел Кузнецов именно за Волгой искал некую свою океанию, как Гоген. Он искал экзотику, но именно вот в этом бухарском цикле, в степном цикле, он стал по-настоящему заметным русским художником. И мне кажется, сплошь и рядом такие вещи, что люди перебираются с берега на берег, и при этом умножают какие-то вот эти русские смыслы. И тут можно вспомнить и Василия Васильевича Розанова с «Русским Нилом», который тоже примерно про это же писал. Ну и, наверное, нужно добавить, что Волга — это еще и граница такая этническая, что хотя говорят иногда «Волга — великая русская река», но ведь Волга — великая не русская река. Именно вдоль Волги множество народов, финно-угорских народов, тюркских народов, и мордва, морийцы, татары, удмурты — это не русские народы, но тем не менее вот через Волгу они тоже соединяются. Некий такой сверхэтнос, да? Для меня Волга — это всегда повод для таких серьезных разговоров, причем такие поводы возникают достаточно спонтанно. я не то что планирую какие-то проекты художественные связанные с Волгой, они просто откуда-то берутся, берутся из какого-то массива вот этого спрессованного, почти геологически спрессованного массива краеведческого, научного, историко-научного, географического, этнографического, и вдруг раз вылезает история, которая превращается в художественный проект. Мне кажется, у моих коллег примерно так же. То есть Волга очень потенциальна вот в понимании этого слова как физического термина — потенциальна. Она потенциальна самыми разными историями, из-за того, что она перевита самыми разными связями, они как-то здесь сошлись. То есть вот эти вот какие-то потоки, которые ходят взад-вперед, по нашей территории, с севера на юг, запад и восток, они снова упирались в эту реку, и они откладывались здесь какими-то такими горками, и поэтому здесь вот чего-то больше. Один из моих первых проектов, напрямую связанных с Волгой, это был проект «Сирены». Занимаясь какими-то достаточно традиционными краеведческими вещами, работая с экологами, я вдруг понимаю, что Волга, нынешняя Волга — это большая экологическая проблема, потому что каскад водохранилищ, построенный на ней, это проблема и угроза. Об этом говорят экологи. И дело не только в том, что уменьшилась скорость воды, что сменилась фауна, что в Иле теперь очень много, опять же, из-за уменьшения скорости воды всевозможных вредных осадков, тяжелых металлов, и не только в том, что водохранилища, точнее, плотины перерубили путь рыбина-нереста. Все это верно. Но сами эти искусственные моря, они изменили облик Волги, они затопили самое, наверное, интересное, что было, потому что самое интересное как раз возникало по берегам. Это и церкви, и пристани, и базары, гостиницы, то есть вся старая... Вся жизнь была вдоль берега. И это исчезло, ушло под воду. И понятно, что об этом пишут историки, об этом говорят экологи. Что может сделать художник? Я попытался найти какой-то другой ракурс, и вот мы с коллегами озвучили эти волжские водохранилища, получили такие звуковые пароли. Эта музыка, если так можно назвать скорее, этот саунд оказался достаточно дисгармоничен, рваный, но тем не менее ухо, и опытное ухо композитора, и ухо слушателя все равно как-то вытаскивает из этого звука какие-то гармонические кусочки. И вот, занимаясь этим проектом «Сирены», я вспомнил, что «Волга» всегда звучала. И это не только пастушьи рожки или колокольные звоны. Нижегородский краевед начала XX века Николай Смирнов пишет, что даже судовладельцы выбирали боцманов именно по мастерству создания какой-то трели с помощью парового гудка. То есть «Волга» всегда звучала, она звучала более или менее гармонично, сейчас она звучит дисгармонично, но какую-то гармонию мы вспоминаем, слушая вот этот новый звук. Проект «Ниже Нижнего» это проект в достаточной степени такой фантастический, фантазийный. Мы придумывали истории про волжские территории и города. Но вначале эти истории были придуманы вот нашей маленькой компанией трех авторов книжки. Как бывший физик, я был на конференции физиков, и вместе с коллегой мы оказались в городе Саратове у какого-то памятника неподписанного, который невозможно было узнать, и на вопрос наших друзей, которые ждали экскурсовода, экскурсовод запаздывал, кому памятник мой товарищ сказал, ну как кому? Саратову. Саратов, а кто такой Саратов? Саратов — это революционер, подвижник Ленина. И тут же сходу выдал биографию этого самого Саратова из поповской семьи, бежавшего в Казанский университет, но потом понявшего, что не скальперем, а чем-то другим можно изменить мир, и вот революционная борьба, отчисления, ссылка, побег, революционная деятельность. Вот все это было мгновенно выдано, и это также и было воспринято как совершенная истина, и экскурсовод, который наконец появился и который начал говорить, что Саратов — это желтая гора, ее встретили просто смехом. Какая желтая гора? То есть мы знаем, что был город Горький, город Куйбышев, до сих пор есть город Киров, были город Молотов. Конечно же, Саратов — такой же город. И вот это было некое наше удивление, потому что вроде бы это была шутка. Мы, вернувшись на теплоход, записали эту историю, вывесили на доске объявлений и смотрим, как уже физики обсуждают какие-то детали этой истории, в чем-то сомневаясь. Но они сомневались в деталях, но не в основной мысли про революционера Саратова. И тогда нам стало ясно, что что-то мы напали на какую-то такую ситуацию не очень понятную. Потом я этот себе так объяснил, что, да, было некое краеведение, было некое исследование истории Волги, скажем, в начале XX века, в конце XIX были всевозможные архивные комиссии, научные общества в каждом губернском и даже уездном городе. Потом революция, большевики переписали историю по-своему, с классовой борьбой, с гегемонией пролетариата. Потом исчезли сами большевики, исчезла эта история вместе с ними. Истории нет. А пустота, сон разума, все это рождает чудовище. Вот эти чудовища мы наблюдаем как в каких-то высказываниях, мнениях реальных, так и вот мы создали тоже такую химеру, химеру, которая казалась жизнеспособна. Что с этим делать? Ну, мы решили, по крайней мере, продолжить. И мы после этого методично посещали все стоянки теплохода, придумывали какие-то истории, где всегда смешивались наши впечатления, смешивались какие-то факты, которые мы узнавали, и смешивались наши домыслы. И вот эта смесь, она оказывалась достаточно правдоподобной. И, собственно, наверное, в этом и была наша, может быть, не до конца осознаваемая задача. Мы хотели играть вот на грани узнаваемости, на грани доверия. И вот получилась книжка, получился некий цикл. И уже следующий этап, когда мы решили сделать уже художественную выставку, причем художественную и музейную, потому что музеи ведь тоже построены достаточно неправдиво. Вот те музеи, которые достались нам от Советского Союза, это все время какие-то натяжки, лукавство, умолчание. И они такие и сейчас есть. Поэтому у нас появилось желание сделать такую как бы музейную экспозицию и в каком-то смысле столкнуть вот эти смыслы, которые ушли из поля зрения музейщиков, довести другие смыслы, которые они педалируют, до абсурда и посмотреть, что из этого получится. И вот тогда уже по этим же самым городам, вдоль Волги, захватывая окрестности, Киров, Ижевск, мы привезли выставку, такую как бы музейную экспозицию с обязательным чучелом, у нас это было чучело меховой рыбы, с обязательным стендом героя, конечно, у нас это был герой Саратов, и с прочими атрибутами музейного дела. И, конечно, такая выставка вызвала не только восторги, а восторги были. Собственно, проект в итоге был признан одним из лучших фондов Патанина, а потом еще получил премию «Инновация». Но это вызывало и какое-то раздражение, недоумение и возражение. На наш взгляд, не вполне справедливо, потому что никаких там насмешек над Волгой, над Россией нет. Там, скорее, печальная улыбка по поводу наших потерь, по поводу того, что забыто, и по поводу того, что сильно-сильно исковеркано. И в этом смысле у нас множество предшественников, начиная от Свифта и Гоголя с его мертвыми душами, и продолжая, например, новейшим Плутархом. Мы написали такие фейки, где в странной смеси правда и вымысел. Мне кажется, что это идет на пользу, потому что именно смех это оружие против лжи и насилия. Ну, если так. И то, что такие вещи начинают обсуждаться, то это, конечно, просто раскрепощает людей. Музейные работники одни из самых таких запуганных существ. Когда они вдруг видят, что можно так, ну, мне кажется, это хороший пример для них. и вообще разговор в шутливых тонах на серьезные темы, он еще и тем хорош, что вообще говоря, это просто он более такой притягательный, то есть темы становятся более притягательными, потому что они становятся интересными, о них интересно говорить, и вроде бы за вот этими фейками начинают просматриваться вполне серьезные исторические какие-то факты, которые, может быть, без вот этого шутливого окружения просто не стали бы интересны людям. Мне кажется, мы тут свое дело делаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok